Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен оценке основных фундаментальных событий прошлой недели. Давайте начнем сегодня традиционно с поверки связи, как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением. Если есть какие-то трудности, я прошу вас сразу же об этом сообщить. Сергей, огромное вам спасибо за быструю обратную связь. Олег, вам тоже. Те, кто знают, да, плюсики, это как раз для меня и является сигналом того, что можно двигаться дальше, поскольку технических огрехов никаких нет. Но они бывают, поэтому сразу хочу предупредить, что если что-то подобное возникнет, вы, пожалуйста, мне об этом сразу сообщите, попробую не справить. Ну что ж, давайте переходить тогда к нашему вебинару. Тех, кто хотел присоединиться уже в сборе, тех, кто не смог по определенным причинам, опять же, все-таки продолжаю уповать на то, что, может, время не совсем подходящее, посмотрят уже в записи на нашем официальном канале на YouTube, где оно будет доступно уже с завтрашнего утра. Также хочу отметить то, что сегодня мы разберем основные события прошлой недели, после переключимся на то, что у нас на повестке еще этих пяти торговых дней, ну, по сути, осталось уже четыре торговые сессии, и коснемся наиболее, по наиболее ликвидным валютным парам целевых ориентиров, которых будем придерживаться. Это наша косочная цель. Настроение с открытием недели не такое уж припойнто, как хотелось бы нам видеть. Единственное, что вот только фонд продолжает радовать, сохраняя понижательную динамику. А вот другие активы пока нет. Доллар все-таки продолжает уступать позиции своему основному оппоненту японской валюте, укрепление иены, причина восстановления евро, прочие рисковые инструменты также замедлили снижение. Но я думаю, что это временное явление, поскольку рынок, по сути, сегодня отходит еще от слабых отчетов пятницы, когда целый блок статистики, который разочаровал, это, мягко говоря, спровоцировало распродажи доллара. Плюс ко всему, некоторые, большинство рынков Европы сегодня закрыты по причине празднования, преспьяния своей Богородицы. Это еще одна причина того, что рынок довольно-таки тонкий, но эта тонкость может, скажем, если быть подана с другой стороны, при появлении какого-то новостного повода, стать причиной повышенной волатильности. Ну, в общем, пока мы ее не видим, значит, никаких форс-мажоров сейчас на рынке нет. Напомню, что в ходе этой пятидневки мы с вами фокусируемся на протоколах, которые для нас могут стать судьбоносными, потому что более серьезного фундамента перед заседанием, следующим заседанием ФРС и с точки зрения влияния для доллара пока что нет. Будем надеяться, что протоколы при всех слабых релизах все-таки еще убедят, точнее, подкрепят позиции оптимистов, присутствующих на финансовых площадках по поводу того, что доллар еще уж слишком рано спится со счетов, и доллар еще может показать свой характер. Нам это, конечно же, нужно, поскольку неделю только начинаем, нужно, чтобы мы взбодрились, потому что это важно для трейдинга, знать то, что решения, принятые, в том числе, исходя из фундаментального фона, они правильные. Ну, а теперь давайте все-таки пробежимся по прошлой неделе. Несмотря на то, что отчетов, собственно, не было, на которых сейчас можно было бы остановиться, мы давайте разберем все-таки подробно все пять торговых сессий и посмотрим, что же интересного мы, собственно, на них и наблюдаем. Вы прекрасно могли заметить то, что евро весьма неплохо начала прошлой неделю, достигнув к концу торговой сессии среды уровня 1.1189. И в целом, если говорить про хай недели, видели то, что пара смогла забраться даже выше 1.12, 1.1220 хай, но потом пошла небольшая коррекция. Сразу стоит отметить, что, как я уже отметил, простите за тавтологию, что неделя была очень скучной, это действительно так, и более-менее. Интересная статистика, она пришлась только на заключительную сессию прошлой недели. Это когда у нас были роничные продажи по США с индексом СН-производителей и отчеты по ВВП, с Росгерманией валютного блока. Интерес к евро, который мы наблюдали в начале прошлой недели, был связан с очередным ростом японской валюты, слабостью доллара. И эта слабость базировалась еще на резонансе от довольно сильных нон-фарм-переллс, которые были опубликованы, вы помните, на позапрошлой неделе. Но вот, судя по всему, импульс и положительное влияние на доллар уже практически сведено к нулю. Статистика по еврозоне была неоднозначной. Высшие данные по промышленному производству Германии превзошли ожидания аналитиков плюс 0,8% в месячном выражении против прошлого снижения на минус 0,9%. В годовом плюс 0,5% против прошлого минус 0,4%. Однако данные по торговому балансу Германии оказались уже менее радужными. Сохватился профицит торгового баланса. Чтобы, опять же, детально не обсуждать уже известную всем статистику, я просто хочу, чтобы вы вспомнили тот факт, что многие оптимисты, которые делали ставку на рост еврозоны и европейской валюты, полагали, что одним из основных факторов поддержки такой идеи является как раз профицит торгового баланса. Но сейчас мы видим то, что профицит, как таковой, уже снижается. И происходит это за счет, на мой взгляд, выраженного резкого сокращения экспорта. В частности, он просел до 0,3% против прогнозируемого роста на 1%. То есть, уже в три раза хуже, чем ожидалось. Фунт во вторник провалился до июльского минимума 1,2954. Сейчас мы видим то, что британская валюта продолжает оставаться под давлением в целом. И мы знаем то, что этот прессинг, он взят не на пустом месте. Это следствие целой кучи слабейших отчетов, которые только подтверждают наши с вами опасения и беспокойства за экономический рост Англии и за будущий отчет. И мы понимаем, что все это следствие, опять же, того самого вектора, по которому теперь развивается Англия. Это автономия и отсутствие членской позиции с Европейским Союзом. Что касается отчетов прошлой недели. Если говорить про фунты и, соответственно, в целом про английскую экономику, здесь стоит отметить динамику активности в обрабатывающем секторе. Тоже промышленность снизилась до 0,9% против прогноза роста на 1,3%. Месячный спад составил 0,3%. Основной показатель промышленного производства удержался на неплохом уровне. Но я думаю, что это еще не показатель, поскольку даже следствие и спада в обрабатывающей промышленности, это в конечном счете то, что должно привести к тотальному спаду в рамках всего данного сектора. Еще хочу отметить про статистику по торговому балансу. В частности, я думаю, что вы и без меня могли заметить, исходя из цифр, которые были опубликованы, то, что дефицит увеличился торгового баланса. В частности, это является также следствием сокращения национального экспорта. Стоит отметить, что не меньшее влияние на фунт могли оказать еще и комментарии одного из голосующих членов Банка Англии Яна Маккаферти. В частности, именно с его слов мы видели, как фунт оказался под еще большим давлением, поскольку Маккаферти ясно дал понять, что в случае ухудшения экономической конъюнктуры британский регулятор может снова рассмотреть возможности дополнительных шагов экономического стимулирования. Ну, что здесь подразумевается? Конечно же, либо снижение процентной ставки, либо, может быть, коррекция тех программ количественного смягчения, которые уже запущены. И, скорее всего, именно это и произойдет. Поэтому следующее заседание, которое у нас уже совсем скоро, мы будем к нему готовиться. Конечно же, интересно, где в этот момент будет котироваться фунт, но я думаю, что мы сможем добраться уже до уровня 1,28. А вот спекуляции на тему более агрессивного выкупа активов могут стать причиной еще большего давления на британца и привести, в конечном счете, к сохранению понижательного импульса и смещения в район поддержки 1,25. Это ориентир для долгосрочных трейдеров. Мы видим, как эти медвежьи ожидания очень быстро реализуются на финансовых площадках и на рынке. Когда-то планировали сцепиться за поддержку 1,30. Было и сопротивление на этом рубеже. Быки также прессинговали и не отпускали пару ниже. Сейчас мы видим и можем смело говорить, что пара уже уверенно закрепилась ниже этой отметки. Тем более, что на этой неделе у нас несколько важных отчетов по индексу потребительских цен, пожалуй, на инфляцию, которая будет опубликована завтра. Я советую вам обратить больше внимания, поскольку в случае определенных изменений по этому показателю мы сможем как минимум увидеть серьезную волатильность. Но я думаю, что завтра фонд получит еще один удар и, соответственно, уже сможет добраться до отметки 1,28. Но когда мы перейдем к отчетам этой недели, я еще объясню, с чем это связано и почему мы можем надеяться на то, что наша долгосрочная цель имеет очень неплохие шансы на реализацию даже в перспективе нескольких недель, а фактически даже в формате одной торговой сессии. Особенно в контексте того, что фонд, в принципе, уже в последнее время показывает повышенную волатильность в рамках одного полноценного торгового дня и уж тем более показывает ее, когда есть соответствующая фундаментальная поддержка с точки зрения триггеров и катализаторов по движению. Доллар японская иена не удержалась выше отметки 102,5. Плохо, конечно же, поскольку мы планировали с этого рубежа продолжить дальнейшее восхождение с повторным тестированием сопротивления 105 иен за доллар. Но сейчас вынуждены уже корректировать наши краткосрочные и даже среднесрочные планы, поскольку японская валюта укрепляется даже вопреки тому фундаментальному фону, который сейчас публикуется. В частности, если вы обратили внимание, сегодня вышли ранним утром данные по промышленному производству. Эта статистика указала на серьезный спад, который продолжается уже много месяцев подряд и ограничивает потенциал экономического роста Японии. Учитывая, что мы уже охладели к идее спекуляции более агрессивного стимулирования со стороны Банка Японии, понимаем то, что каждый слабый макроэкономический отсчет в принципе может позволять нам обращаться к этой теме и полномерно оставить на ослабление японской валюты. Но вот сегодняшняя статистика была полностью проигнорирована японцам, как будто бы ее и не было. Никакой слабости и более того, глядя даже на текущую динамику, буквально некоторое время назад пара USDN снова торговалась ниже уровня 101 иены за доллар. И это указывает на то, что иена чувствует себя очень неплохо. Возможно, продолжает довольствоваться и получать удовольствие от тех слабых отчетов, которые по США вышли в прошлую пятницу. О них мы также еще поговорим. Если вернуться к прошлой неделе, то, безусловно, одним из основных отчетов, на которые обратили внимание многие по США, это динамика производительности труда. Я думаю, что вы помните, что статистика оказалась очень плохой. В частности, производительность труда снизилась на 0,5% против прогнозируемого роста на 0,4%. И важно отметить то, что производительность труда внести с хозяйственного сектора снижается не просто второй, третий, четвертый месяц подряд. Это уже самый настоящий тренд, поскольку мы наблюдаем спад уже 3 квартала подряд. И именно снижение производительности создает угрозу для роста заработных плат и целой экономики. Действительно, признаю, что это важный релиз. Может быть, мы его зря недооценивали. Может быть, даже зря недооценивали хотя бы даже в формате того, что Джанет Хелли на него обращает внимание. Ища подсказки в этом отчете и планируя, прогнозируя будущие показатели по динамике заработных плат и общему состоянию рынка труда. И в частности, если мы говорим с вами про заработные платы, мы знаем то, что этот отчет влияет на общие показатели по инфляции. Если снижается производительность труда, значит, мы начинаем плохо смотреть с меньшим оптимизмом на рынок труда и, соответственно, на будущие показатели по инфляции, что в целом отбрасывает решение ФРС по ужесточению монетарной политики. Австралийская валюта в среду пробила сопротивление 0,77 и обновила апрельский хайп. Поспособствовали этому комментарии руководителя Резервного банка Австралии Глена Стивенсона, который отметил, что совет директоров Резервного банка Австралии сейчас больше всего, чего и опасается, это рисков последствий тех мер, которые предпринимаются для того, чтобы простимулировать экономический рост и разогнать показатели инфляции. И, по мнению Стивенсона, недостижение цели по инфляции является на фоне оптимальных и достойных показателей экономического восстановления весьма приемлем для экономики. Важно отметить то, что подобный комментарий полностью разнится с тем, что мы слышали по итогам прошлого седания, когда исключительно ориентиром для Резервного банка Австралии был показатель по инфляции, и сейчас мы видим то, что такие комментарии претерпели серьезные изменения. Может ли это привести к тому, что Резервный банк Австралии теперь будет меньше заинтересован в снижении процентной ставки и не будет прибегать к такому агрессивному шагу для того, чтобы стимулировать экономический рост? Конечно же, может. Но прежде чем это произойдет, давайте все-таки понаблюдаем еще за следующими макроэкономическими отчетами, потому что инфляция – это не единственный показатель состояния австралийской экономики. Тем более, что если вы присутствовали сегодня на утреннем брифинге, мы говорили о том, что сейчас очень большая угроза для австралийского доллара идет со стороны слабой статистики по Китаю. В частности, ровничные продажи, промышленное производство и инвестиции, как-то вложения в народное хозяйство. Это те отчеты, которые будут создавать риск для будущего показателя по ВВП и, соответственно, риск для стабильности экономической и финансовой системы в рамках Китая. Китай, будучи одним из стратегических основных партнеров для Австралии и Новой Зеландии, понятно, влияют на благосостояние этих экономик. Поэтому логично даже сейчас делать ставку на ослабление Австралийца не только, исходя из того, что Резервный банк Австралии уже недели ранее снизил процентную ставку, но и еще исходя из того, что очень хорошие возможности для этого сейчас есть на фоне слабых релизов из Китая. Поэтому, если вы интересуетесь Австралийцем, я думаю, что вы уже находитесь в коротких сделках. Если ищите хорошую перспективную валютную пару для долгосрочной торговли, это как раз один из наиболее привлекательных инструментов против доллара, который уже сейчас можно шерстить. Даже несмотря на то, что с локальных краев мы уже отступили больше, чем на 100 пунктов. Что касается рынка черного золота, то в начале недели мы, конечно же, были полны оптимизма, потому что нефть продолжала снижаться, фундаментальные тучи, скажем так, сгущались над этим инструментом, получая каждый новый релиз, мы находили в нем объяснение того, что давление продолжится и так. В частности, первый отчет, за которым мы зацепились, это запасы нефти по версии API, которая выставлена на 2.09 против прошлого спада на 1.3. Данный отчет вкупе с прогнозом администрации аналитической информации о снижении добычи нефти США до 8.73 против прошлого прогноза снижения до 8.61 стал причиной уверенного скрепления бренда ниже 45 долларов за баррель. И не стоит забывать, что параллельно мы знали, что на рынке есть фундамент в виде озвученной, возможно, неформальной встречи, уже невозможной, а 100% встречи, которая произойдет в Алжире в конце сентября. Эта встреча была инициирована президентом ОПЕК, который еще является и министром энергетики Катра. И, в частности, она будет приурочена к 15-му международному энергетическому форуму и вроде бы как в ходе этой встречи стороны участники переговоров попробуют достигнуть какого-то солидарного решения по поводу восстановления спроса и предложения баланса между этими категориями стабилизации и в целом ценоводной инвентуры. Но удивительно, что рынок так активно сейчас реагирует на этот новостной фонд, тем более, что вы помните, что именно ожиданиями того, что эта встреча может привести к каким-то результатам и стала причиной резкого разворота по бренду и привела к закреплению выше 45 долларов за бар. Я снова отмечаю тот момент, что за таким же оптимизмом может последовать столь быстрое разочарование, поскольку все-таки мы уже действительно научные опытом понимаем то, что если бы Ближний Восток, который является инициатором этой встречи, хотел бы восстановить баланс между спросовым предложением и хотел бы видеть высокие цены на нефть, он бы уже давно разогнал эти цены до тех уровней, которые были бы ему необходимы, поскольку в прямом смысле только у ОПЕК есть для этого все инструменты. Но вот время идет, еще миновало практически одно полугодие и мы понимаем то, что ничего не произошло. Более того, ОПЕК как будто бы старательно пытается делать все, чтобы увеличивать предложение и тем самым создавать еще большее давление на фундаментального характера, на долгосрочные показатели по ценам и будто бы знаете, смеясь над общественностью, над теми, кто еще питает надежду видеть высокие цены на них, ну совсем высокие, я имею ввиду больше 55 долларов за баррель. Вот так вот, помимо параллельного роста предложения, сообщают о том, что не проще рассмотреть возможность, которая будет направлена на восстановление цены на нефть через подобные встречи. Я думаю, что многие из вас, которые следят за динамикой черного золота, разделяют мою позицию, понимают, что это напускное, вряд ли привел к чему-то прорывному, а по нефти встречи это быстро минует, так же, как и, собственно, наступит. И ничего мы не услышим, вернемся только к прежнему негативу. Я надеюсь, что к этому моменту, если бренд не одумывается, не развернется, мы соберем с вами кучу фундаментальных факторов, которые могут просто в одном момент надавить на позиции и WCA, и бренда, и стать причиной повторного пробоя поддержки сверху вниз, соответственно, 45 долларов за баррель и движение ниже. Лично я жду эти значения, считаю то, что котировки со знаком 48+, по бренду сейчас крайне маловероятны. Если вернуться к статистике опять же по нефти и почему мы продолжаем делать ставку на то, что нефть остается уцать. Вот вспомните также официальный отчет по версии уже Минэнерго США, указавший на то, что запасы также выросли на 1,05 против прошлого роста на 1,4. Вспомните, Саудовская Аравия считалась объемом добычи, доведя этот показатель до 10-67 это исторический максимум. И в целом мы помним, что эта статистика повлияла на ослабление бренда. Не просто так он добрался до отметки 43,84 по итогам торговой сессии следы. Это было весьма логичное движение и ценовые значения более чем оправданы. Но сейчас мы снова столкнулись с чрезмерной реакцией трейдеров на факт ничем не обоснованного позитива. Опять же спекуляции на тему предстоящей встречи нефтедобывающих стран в Алжии. Фонд в среду держался претендуя даже на закрепление выше уровня 1,31 однако слухи о крайне неудачном наукционе который был проведен банком Англии сделали свое дело не сразу но к концу торговой сессии и снова спровоцировали ослабление фунта. Говоря про аукцион чтобы не забивать вам голову я хочу сказать что он был мягко говоря провальным действительно они добрали очень много миллиардов фунтов которые сейчас нужны и если и будут их выбирать это будет ближе к концу года. Но я думаю что ситуация вряд ли изменится поскольку то что банк Англии не смог выкупить необходимое количество активов это следствие того что от них от облигаций никто не хочет избавляться считаю что это единственный инструмент в котором можно сохранить свои инвестиции и капиталы которые более ранее инвестируем в английскую экономику валюте никто не верит и правильно поскольку она снижается британский фондовый рынок буквально в одном шаге от еще большей пропасти поэтому мы понимаем что если футин потеряет больше 5% за одну торговую сессию мы будем знать чем это связано и это не вызовет ни у кого вопросов собственно так же как и скажем динамика роста доллара реагирующего на сильный отчет по нон парам перелс фунт британский фондовый рынок да и в целом английская экономика по прежнему крайне в уязвимом состоянии и времени это еще с рефериновым прошло очень мало поэтому дальше ситуация будет только ухудшаться нам это на руку поскольку мы с вами не делаем ставку на покупку фунта зная то что у нас есть больше шансов добраться до более низких ценовых значений в плане поддержки и наша с вами сейчас заветная цель которая позволит ну хоть как-то улучшить наше настроение это добраться по фунту до уровня 1.28 как я уже говорил вполне возможно сможем сделать это уже в ходе завтрашней торговой сессии напомню что ухудшение макроэкономической картины которую мы сейчас видим по Англии продолжает провоцировать резкий отток капитала что в целом существенно ограничивает потенциал экономического роста поэтому я сейчас не буду возвращаться снова к прогнозам и слабым ожиданиям по восстановлению экономики со стороны ряда инвестиционных банков МВФ и Всемирного банка вы помните что они пересмотрены в худшую сторону и к сожалению будут дальше пересматриваться с негативным подтекстом также напомню что в прошлый четверг Банк Англии дал четко понять что готов действовать дальше и на прежних казалось бы сверхагрессивных стимулах останавливаться не будет ну мы это также знаем и собственно продолжаем готовиться к тому что ставку вот уже может быть через месяц когда состоится следующее заседание Банк Англии нас ведут до нуля это еще один агрессивный шаг который может стать причиной последующего снижения фунта против доллара даже в районе поддержки 1.25 утром в четверг отличился резервный банк Новой Зеландии который пересмотрел процентную ставку снизив ее с 2.25% до 2 кроме того исходя из комментариев стало ясно что политика и дальше будет сверх агрессивной и возможно резервный банк Новой Зеландии скостит ее даже до отметки в полтора процента почему бы и не тем не менее как и в случае с австралийцем реакция Новозеландца была крайне нелогичной обратной мы не увидели ослабления более того состоялось неплохое повышательное ралли хайп по паре NZD USD в четверг составил 0.7336 и мы тут же использовали это ралли как первоклассную возможность для ее продажи распродаж Новозеландца против доллара я надеюсь что вы воспользуетесь моим советом потому что действительно новозеландская валюта коснувшись отметки 73.36 начала спешно корректироваться и преодолела за несколько последующих торговых сессий больше 150 пунктов нисходящего движения это только начало поскольку как я уже отметил вслед за этим снижением процентной ставки может последовать еще один шаг аналогичных мер и еще слабая статистика по Китаю которая добавила негатива на прошлую пятницу и стала причиной дополнительного стимулирования именно коррекционного ралли по паре NZD USD на торгах четверга все по-немногу возвращалось на свои места правда недолго музыка играла USD и иена пыталась добраться до сопротивления с 102 иены за долларов хай составил 101.92 четверга и после снова прошел обратный откат может быть в четверг доллар поддержали еще отчеты по пособиям по безработице в США 266 тысяч против прошлого 267 тысяч обязательно стоит отметить также еще нефть которая в четверг умудрилась прибавить около 5 процентов достигнут уровня 45.96 а в пятницу рванулы выше 47 долларов за баррель произошло как я уже отметил на фоне комментариев министра нефти Саудовской Аравии о возможности достигнуть договоренности на предстоящей встрече в Алжире я думаю что как уже отметил этого не будет поэтому надеюсь что все-таки здравомыслие начнет преобладать и трейдеры не позволят бренду казаться выше 48 долларов за баррель что касается торговой сессии пятницы то по сути все важные отчеты у нас пришлись на этот день ВВП Германии который выросл до 0.4% но все равно это хуже прошлой оценки 0.7% в годовом выражении 1.8 спад на 0.1 с 1.9 ВВП еврозоны здесь с прошлой оценкой полностью совпал как квартальный прирост так и годовой 0.3 и 1.6 соответственно очень сильно разочаровали данные по ручным продажам США и индексу цен производителей розница показала нулевой прирост против прошлого 0.8% и индекс цен производителей минус 0.4% против прироста 0.5% как я уже отметил если бы не Мичиганский индекс который несколько поправил ситуацию и не бывший комментарий Булларда отметившего что повышение процентной ставки все еще возможно до конца этого года потери доллара против иены были бы еще более существенными ну а так мы закрыли день попали USD иена на уровне 101.22 фонд доллар скорректировался до поддержки 1.29 евро доллар продолжил котироваться выше отметки 1.1150 NZD USD как уже отметил 0.7198 австралиец 0.7649 также продолжает снижаться а вот кто воспользовался поддержкой и ростом котировок нефти так это канадская валюта поскольку канадец отличился неплохим бычем ралли и в целом пара USD снова ушла ниже поддержки 1.30 что также снова оттягивает возможности скорого достижения сопротивления 1.32 и мы понимаем что этого не произойдет до тех пор пока нефть не окажется ниже 45 долларов за баррель чтобы наконец-таки на канадскую валюту было оказано соответствующее давление это что касается отчетов прошлой недели теперь давайте перейдем к релизам которые у нас на повестке предстоящих торговых сессий завтра протокол резервного банка Австралии индекс потребительских цен и целая куча отчетов по оценке текущих условий бизнес-оптимизма по ЗЮ Германии индекс потребительских цен США и отчет американского института нефти крайне насыщенная торговая сессия даже по сравнению с прошлыми с прошлой недели можно сказать что завтрашняя торговая сессия будет в разы превосходить всю пятидневку которую мы анализировали собственно большую часть этого вебинара сейчас особое внимание предлагаю обратить на индекс потребительских цен Англии здесь и из чего исходим из того что резкое ослабление английской валюты могло стать причиной роста индекса потребительских цен его постепенного смещения в район сливого показателя в 2% это действительно так но и стоит ли в связи с этим рассчитывать на то что Банк Англии опасаясь дальнейшего роста может анонсировать ужесточение монетарной политики либо повышение процентной ставки конечно же нет это произошло бы если бы рост потребительских цен был следствием здоровых реакций потребительской активности улучшения ситуации на рынке труда и все это как следствие восстановления как строительного сектора сферы услуг и промышленного производства но мы понимаем то что резкое ослабление валюты как следствие потенциальный рост индекса потребительских цен это реакция на форс-мажор который случился после факта выхода Англии состава европейского союза поэтому завтра мы не настраиваемся на рост британца как минимум а если индекс потребительских цен каким-то чудом окажется хуже прошлого отчета крайне вероятно я буду безумно удивлен этому тогда давление на фунт будет не просто серьезным фунт может лишиться больше полутора фигур в прямом смысле в моменте нам это более чем предостаточно потому что наша задача добраться до отметки 1.28 до этого рубежа меньше 100 пунктов поэтому будем довольствоваться мало но не забывайте что как только мы коснемся поддержки 1.28 лучше уже конечно же не мудрить и не пытаться поймать и получить еще больше профита потому что вслед за такой серьезной коррекцией может последовать такое же быстрое восстановление не будем наступать на грабли на которые когда-то попали несколько месяцев назад когда торговали на фарперлс безумная волатильность ослабление и рост сейчас будем более осмотрительными получать профит которого ждали на который ориентируйся этот профит у нас будет при стерпе поддержки 1.28 индекс оценки текущих экономических условий по институту ЗЮ здесь вижу только все признаки для слабых отчетов слабой статистики и жду давление на европейскую валюту индекс потребительских цен по США крайне важный отчет и очень важный особенно в контексте высшего прошлого пятница индекса цен производителей индекс цен производителей напомню снизился и по идее это железобетонный сигнал того что инфляция должна по идее просесть к сожалению если это произойдет завтра доллар японская иена сможет сохранить вот это понижательное ралли и двинуть в район тестирования поддержки 100 иен за доллар я не хочу сейчас допускать подобный сценарий поэтому чтобы не попасть в просаг я вам рекомендовал что если мы будем тестировать поддержку 101 иен за доллар лучше тогда уже не испытывать удачу признать что рановато встали длинные сделки и оставить пару просто наедине с собой в общем не торговать этим тандемом валютных активов если хотите рискнуть можете сохранить позицию ну и соответственно ждать реакцию доллара на завтрашний отчет по инфляции а потом уже реакцию доллара на протоколы которые будут опубликованы в среду но моя рекомендация сейчас лучше подождать возвращение пары выше 102 я забыл только после этого присоединяться к длинным сделкам в среду как я уже подготовил вас протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США что-то подсказывает мне что в этот раз мы все-таки дождемся даже в формате исключения прошлые протоколы по-моему 2-3 релиза постфактум трех заседаний не оказывали поддержку доллара но сколько можно может быть хотя бы сейчас доллар может рассчитывать на какой-то жест доброй воли через жесткие комментарии представителей голосующего ведомства американского регулятора поэтому я все-таки полагаю что протоколы могут быть более убедительными для состоятельности бычьего ралли и верю в то что USD-й может оказаться выше 102 до конца этой недели и вот уже с этого уровня будем рассматривать возможности для покупки рынок труда по Англии но здесь я думаю вы уже понимаете к чему я клонюсь что хочу сказать ждем слабый отчет как реакция того понижательного тренда сложившегося уже на фоне автономности Англии выход из состава Европейского Союза на мой взгляд была страшнейшая ошибка для Англии которая уже допущена после драки кулаками не машет уже поздно к сожалению английской экономике придется адаптироваться к новым реалиям и пока эта адаптация проходит очень вяло но наверное еще рано судить все-таки мало времени прошло но мы видим то что не просто так Банк Англии пошел на такие шаги экономического стимулирования на этом явно не остановится в общем давление на фонт будет только усиливаться и статистика по рынку труда в среду может стать еще одним блоком релизов которые указывают и явно демонстрируют слабость фундаментальной картины всей английской экономики в четверг у нас ручные продажи по Англии также по налоге с прошлым отчетом по рынку труда не вижу предпосылок для роста этого индикатора по еврозоне госпотребительских цен вот это уже крутой релиз поскольку инфляция как вы помните наравне с показателем по УП является еще одним мощным фундаментом на который ориентируется Европейская Центральная Банка корректируя параметры денежно-кредитной политики если инфляция снова начнет тяготеть к нулевому значению значит мы сможем вернуться уже на следующее заседание драги которое состоится совсем скоро о воскреплении с ожиданиями простите опять же за тавтологию того что Европейская Центральная Банка не откажет себя в удовольствии и так же как и Банк Англии пойдет на еще один шаг экономического стимулирования хотя сейчас это конечно же крайне маловероятно но все-таки увидеть бы еще одно снижение процесса ставки было бы не лишним поэтому по индексу потребительских цен я считаю то что инфляция будет демонстрировать понижательное давление отчет снизится и тем самым создаст предпоследствия для ослабления европейской валюты против доллара ну и что касается торговой сессии пятницы здесь у нас несколько отчетов по Канаде и декспотребительских цен влажный отчет поскольку в идеале бы сейчас получить подтверждение снижения этого индикатора чтобы убедиться в готовности Банк Англии дальше снижать процентные ставки это будет весьма предсказуемо тем более что в частности сам канадский регулятор уже неоднократно сообщал о том что будет ориентироваться на показатели по инфляции исходить из этого значения прежде чем запустить новые пакеты экономических мер которые будут направлены на здравление экономики поэтому если в пятницу роничные продажи даже можно будет опустить мы увидим снижение индекса потребительских цен тогда даже вопреки слабости доллара хотя я надеюсь что обойдется без этого тем более что мы уже получим протоколы и статистику по инфляции в США доллар все-таки покажет свой характер ну и вкупе со слабым отчетом по инфляции в Канаде сможем получить необходимые условия для восстановления пары USDCAT выше отметки 1.3050 это сейчас нам необходимо чтобы двинуть в район следующего сопротивления 1.32 ну и отчет Бейкер Хаджес по количеству нефтяных платформ если количество росло на фоне низких цен на нефть сейчас сам Бог вели к тому чтобы эта тенденция сохранялась я надеюсь что этот отчет станет еще как минимум одним поводом который мы запомним и будем руководствоваться и иметь в виду его что это еще одна слабая статистика еще одно подтверждение медвежьего потенциала всего рынка черного золота который я надеюсь в пятницу уже более-менее будет реализовываться поэтому сейчас не хочу даже думать о том чтобы бренд запекался выше 48 долларов за баррель больше настраиваясь на то что мы снова будем постепенно смещаться к поддержке 45 долларов за баррель ну и конечно же по основным валютным парам ориентиры весьма скромные может показаться на первый взгляд но в целом по фунту мы уже неплохо прокатились вниз 1.28 это наша цель USD иена жду возвращения и закрепления пары выше 102 иен за доллар в идеале бы добраться до 103 поскольку это уж точно будет сигналом возможного состоятельного дальнейшего ралли и уход выше 105 иен соответственно за доллар AUTUSD 0.76 евро 1.10.50 в целом давление норильского актива должно сохраниться а вот доллару пора бы уже реабилитироваться особенно в глазах таких как мы с вами преданных покупателей на этом все если есть вопросы вы можете их задавать либо в рубрику общий чат либо в вопросы попробую на них ответить так уважаемые трейдеры жду вопросы до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор